Доброе утро, дорогие друзья, дорогие телезрители! Я надеюсь, вы не убрали свои куртки, теплые шапки в дальний ящик, потому что на улице опять похолодало, сегодня минус 7. Может быть, кого-то порадовала такая погода, кого-то огорчила, но в любом случае, в любую погоду, каждое утро у вас будет программа «Тоблтаны». Просыпайтесь, дорогие друзья, полтора часа в прямом эфире. Мы проведем вместе с вами наш телефон 54-39-04. У нас есть номер WhatsApp, вы видите его на своем экране, поэтому звоните нам, пишите, мы всегда рады обратной связи. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею! Любовь Аплащикина! Ну да, дорогие друзья, синоптики обещают, что несколько дней простоит такая холодная погода, а потом опять все-таки придет весна, плюс 15, это хорошо, это замечательно. Ну а сегодня, пока прохладно, и что же будет в течение дня, давай узнаем в нашей традиционной рубрике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем на кизик-пирик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кайролтан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кайролтан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Доброе утро, Багдад, Любовь! Я очень рада с утра вас приветствовать. Приветствует вас Качар. Мы тоже. Ну да, я уже давно не выходила в эфир, но немножко начинаю. Ну, как вам сказать, похолодало, конечно, но ничего, всегда же так бывает. То подъемы, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, ну, на то мы и живем, и жизнь такая. Да, конечно, мы привыкли к такой погоде у нас. Мы уже привыкли у нас, и каждую погоду надо встречать с удовольствием, с радостью надо встречать утро. Вот, ну и, естественно, не сильно как-то вот я вам хочу прочитать, чтобы вы запомнили, как можно вести себя. Ну, как вам сказать, давайте я вот что-то сегодня неразговорчивая. Запомните раз и навсегда, что жизнь одна, она твоя. Не надо слушать никого, они не знают ничего. Твоих эмоций и страданий, твоих обид, любви и признаний. Не знают, что в душе, на сердце. Не знают, чем тебе согреться, кто нужен, дорог, кто любим, кто до безумия необходим. Не знают снов твоих, не видят боли, никогда тебя им не понять. И вправе только ты один решать. Что говорить, дружить, кричать, любить, ненавидеть и страдать, и ждать. И крепко за руку держать, смотреть в глаза и обнимать. Смеяться, плакать и мечтать, и не бояться любить и дорожить. Только тогда поймёшь, как правильно на этом свете жить. И вот хоть всё соблюдай, всё равно не поймёшь, как правильно. Потому что она всегда жизнь меняется. Вот, поэтому, ну, всё равно этих правил надо придерживаться. Да, это точно. Спасибо большое за звонок. Мы рады вас слышать очередной раз у нас в эфире. Спасибо. 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 Дорогие друзья, совсем скоро в нашей студии уже появятся наши гости. Их сегодня будет много. Мы будем обсуждать разные темы, поэтому готовьте свои вопросы. Звоните нам 54-39-04. Но сейчас моя любимая рубрика. Вкусно. Вкусно. с Маргаритой Ивановой. Мы находимся в нашем любимом ресторане Friends and Family и в ближайшие несколько минут поделимся очередным рецептом. Ну а вы оставайтесь вместе с нами. Ну что, наше доброе утро продолжается. Рядом со мной, как всегда, наш замечательный Адиль. Доброе утро. Доброе утро. Что сегодня будем делать? Сегодня мы приготовим вкусное, самое главное, полезное суп-пюре из чечевицы. Итак, нам для этого понадобится... Для этого нам понадобится чечевица, лук, морковь, сливки, масло растительное, ну и водички нам понадобится немножко. Ну, давайте начинать. Поехали. Как всегда, мы будем делать все дружно, вместе. Какой же у нас первый этап? Первый этап. Нам нужно отварить чечевицу. Пока она будет отвариваться, мы нарежем наши овощи. Хорошо. Давайте начинать. Желательно крупную луковицу взять? Ну, значения все равно не имеет, потому что у нас все будет прорабатываться в блендере. Хорошо. Итак, поехали. Далее у нас идет морковь. Все то же самое, да? Угу. Отберем это в сторону. и теперь теперь нам надо будет это все обжарить течение пяти ну а вы оставайтесь вместе с нами наши овощи дошли не до полной готовности далее у нас следует следующий этап и так следующий этап у нас состоит из того что нам нужно переложить наши овощи в отпаренную нашу чечевицу давайте нам нужно добавить какие выбрать ну я думаю 33 процента будет самый оптимальный вариант добавим сливки ну примерно 30 миллилитров совсем немного да и доводится до полной готовности нам понадобится минут 7 6 хорошо будем ждать ну и мы подходим к финал очки итак у нас остается выложить наш крем-суп и потом уже украсть ну и украшаем да вот и все приятного вам аппетита дорогие друзья вот такой вкусный завтрак можно приготовить легко и просто поэтому запоминайте наши рецепты и порадуйте своих родных и близких ну совсем скоро появятся наши гости кстати хотя вот рассказать такую не очень приятную новость вот для кого-то тепло до потепление это радость вот как для нас а для например спасатели это дополнительная работа сейчас как они называют это наступил сезон открытых окон да и буквально 17 апреля в кусанской области уже произошел случай полугодовалый ребенок выпал с третьего этажа ну благо все закончилось благополучно потому что ребенок упал получается на крышу балкона второго этажа и не пострадал но закончится это могло конечно все намного печальный трагичный поэтому дорогие друзья ну не первый год эта проблема существует в нашем регионе следите за сами детьми и ни в коем случае не подпускайте их к окнам кстати сегодня спасатели нам расскажут как же себя вести что делать чтобы подобной ситуации у вас не произошло в семье они прям пошаговый этап расскажут что нельзя ни в коем случае делать поэтому если у вас есть вопросы готовьте совсем скоро они появятся в наших студиях соменгатар артур лекте хонак тарамыз бизде болмак бүгінш лекте хонак тарамызу бағдара маяссы кутем издеген ойдамыз биржей лекте хонакымыз уйткен байгау жола бұрайлық сәрін атамыздың 180 жылдық мерит ойын қарсаңын уйткен жас ахындардың арасындағы айтыршайлы айтыршайлы әңгіме өрі бетеміз соменгатар оттық ойынымыз көкбар жайлы түркістан қаласында уйткен өнер додасы дәл осы спорттық додажайлы додажайлыда әңгіме тарқатамыз соменгатар дәл осындай бір шарыларды болдырма үшін қандай дүниелерді атқару үгерек, несті үгерек, қандай терезені қай жерде жабу үгерек дейтін сұрақтарға біз мүндеттерді бүгін бағдырмайасына жауап іздеп табамыз деген ойдамыз енді шық кезекті әсе мәңгеберек ойдан кейін алға шылекте келіп жетін мейманымызды жақынырақ таныс боламыз ардамыздан ғалысынаманызар ардамыз енді шық келіп жетін мейманымыз аңсапқан айлы жаз кешімді кешіп келіп кезде суге кешір дегені есім де мені маға бат мұңын оғын шо деп көрген де мені күлім сөреп жаным дегені жадымда мені мен сені ұмытпаймын ұмытпаймын сезімді саған деген саған деген суытпаймын суытпаймын өзіңсіз ойда мені айда демі жылыппайды жылыппайды ұмытпай сенді мені негені ұмытпаймын өзіңді менде болшындықты сендегі озағын сөздікті өкпелегенің кетпе дегені Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мы продолжаем эфир. На наш телефон 54-39-04. Мы находимся в прямом эфире. И наконец-то появился наш первый гость. Мы сегодня поговорим об Айтысе, посвященной юбилею Ибраил Тансарина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сады на ахын дарды кутер дайында а он ген альпия орманшин апамыз ол кады муайтыстын трақты азлык азылар алқасында болу керек бил басқа облысқа көшпетуіне байланысты болалмай алды бірақ сол жерде біз апамызға дегенде осындай атап-атап айтты сонтын қазырге осы мұнау қостанайда көптіген қызметтерді жүрген орта бұғын біз қатарлыдан төміндірік жастардың барлығы осы жастылпардан тілеп үшқан азаматтар оған бізін мәденет басқармасын баршысы қалмақ берлан ол әңгейін ау әбірай алтысарың ұлттық мөзей жағы басы болып отырған марғылан осыпан салтаны төтел бай басы ол маңайда осы мәденетте талай жыл қызмет істеді соу айттыстың түзгін ұстаған кешеге біз жүргізі үшіретінде таныстырып осы осы айтысты жүргізген қыдырбек қиыс ған заңғар сан ай толы батыр енді барлығы да осы жастылпардан шыққан дейсін бәрліғы да демек демек жастылпар өзінің кәзір тек қана сай есемес үлкен бір шаңырақ қайды енді енді жаң айтып жатырмызу көбіне айтысты деген кезең арқалық торғай ама келжан келдің баллары ғорналып бөтетті айданан еткен олар оның қанында бар тәл мерілерді өте жоғары денгеде мұна кейбір аудандар бар кішкене шорқақтау дайындығы нашарлау нелттен осы үңірдегі бір атқарып жатқан жұмыстары осы айтыстан насиқаттан мақсатыны жарыстары ұйымдастырмасқа осы тұрғыдан қандай жұмыстар қазіргі уақыт атқарылы да нелттен кейбір аудандар кенже дамып келеді қазақтың тума өнер болғандар келген кезінде белгілі сол өңірдің балалары алық көтетінде олда күшкене баланың сағынсындар күшкене басатында сөзсіз ол ол кележатқанда білетті анау бала бірінші орын алады мен болсам қалай болады кендейтін ойларды туындайтын белгілі мегізге бұл қалай күресігі олады бұл мен қалай дамытамыз барлы жерді бірдей бұның барлығы ай қазақтың тума өнер болғандан кейін ол тәрбиеме беріледі ол әрі сонтын солтүстік өңірлерді әқсаватыр деп қатты қорқыншы керемесі мүмесі мүмесі өз айтысты бізді қарабалғауданнан келді ағамыз 30 жылдан бері осы айтысты құрылғаннан бері бір-екі үш ауыз сөз айтса да сақынада сол намыстанып осы біздің төл өнеріміз айтыст деп тәлімгерін алып келедіген демек жауап кершілік керекті сөзің көрінесе бұл айтыстаму мектепте бастылады тілі старту сияқылды көркемәдебе баланың құштарлыға әр енді сөзің отбасы қанмен берілуі де мүмкін тума таланттар біз енді осы айтыста жаңағы Ерлан Болатылы мәденет басқармасын басшысы және де Айбек қали бізде төра әлі қазыллар арқасында болған нұрғанат құлабай ақын ағамыз сөзілер тілге теге тұбайты мұнау жаңағы аймақтық бөліп-бөліп жылына екі шайт сөткісек балалар бірімен бірі танысат әрі жаңағы жие кездесі болса бір-бірін таны бастайды жаңағы өзіңіз айтқан қорқыныш басылады әрі жаңағы жаңағы кездесі болса олар мүмкін жағы жақсы тілтабысу айтысу бірін-бірі әрі қырыннан танидығы балалар демек жие айтыс болып әріне ол-ол тәжіребе қоп балларға тәжіребе жерін бұл жүрде көп қара жаттарда керігімес емдастырушылар емдастырамыз десе көп деген атаулы даталар бар оны тек қаны осы бұрай алтын сәрин атамыздың жүстікшен жылдығының қарсаңына кептігіп қойға болмайды сол жергілікті жерден тұлғалар бар олардың атаулы даталар бар тағы да басқа да тұлғатқан сонда даталарға келтіріп жасаса олады қаншақты осы ойысы кәсетті өліс бұны асыру жолы қиын емес мәденет басқармасы мен жүз пайыз айталым бұл үсті өз тарапынан алып кетеді ал оқушылар айтысы болғаннан кейін бұл жерде білім басқармасының да көз қарасы бар балаларды жүріп тұру кәзір бұрынғы замандағандай оңа емес оларға бұйрық арнайы жазылу керек сонда бұл бұл басқармасы мен мәденет басқармасы бірлесіп келісілсе ешқанды қиындағы бұл бұл үлкен сахналар мектептерінің базасында өткізілі балалар тыңдасын үлкеннен көрі сұсын бір айта кететін дейді осы айтысы өтті мысаға әлюметтік желді әргім пікір білдіреді әрине кемшін тұстар да болады ғыр соған сұрттан тасадан тұрып жа ағы оға татты дейді осы осы ақылды сұрттан пікір білдірууды де біз үшін үлкендер үшін иәт нәрсе әрине оның ортасында жүрмегенінен кейін енді мен бұл жерде баға беремен неге десеңіз мен өзім тіл әдебет маманымын маған үлкен қадым кәсібей айтысты көргенде өзім жеке азамат ретінде берген сұрақпен айтар жауаптың қордыңдысын мен үштейсез отырам өткенмен тілге жатып адам тілімді жағы жүз пайыз білем ал баллардың денгей өсі өспеуіне қазіргі толқын жағы айтып кеткен азаматтарды қарасақ демек оғы ездегі берер мол болды ал қазіргі бұғын осымен бейілғаны біріншірет тәжіргенде бұрын жаңалыптарда не істейтін өтті осындай жегінді мен ойлайым кішкене мүмкін кемшін тұсты бар шығар бірақ ол жүз пайыз өсімге кеті ол экономикада да құлау кездер олады со сияғылды кей сәттерді мүмкін төмен жақтар бар шығар бірақ айталмайын алдағы уақытта шарқтау шегі болу мүмкін мүмкін бәрімізді осы айтысыға қатыстық бірақ мен жастылып бар емес және ауылда мектепті жүгінде балағымызды домбрат тартқызық қазақтыл әдебетін мұғалымыз сұғысы жағы дайындап жазып беріп сөгіздерде осы айбек қалеп құрдастықтарымыз біздің оларды қатысып жүрген Әрине мүмкін енді қарасыңыз кәзір ол деген үлкей жолдармен келеді ой тәжіребе мен сосын тәуір айтеге деді мәріз кәзір рухани қазына деген кен рухани жаңғыру деген бағдарлама жүргатыр президентіміздің жақында қостынай аудан тобыл қаласының алтындан мәденеттен орталығында халық шығармашылығы орталықтың қатысуымен шаңырақтығын ұсында үлкен орталық қырылды естеріңізде бағдар сұл орталықтың маңайына жаңғы күйшілер қобышылар жағы осында айтыскер ақындар тағы да термейшілер бір сөзі мәді қанды қал қадым шығармашылығы топтастырылғады сөз жерге үлкен жағы тарихи деректер босын ұлттыға әспаптар босын бәрлі қос жерге шоғырландырыл батыр әрине біз өзіміздің тарапымыздан оны мамандары бар жауапты башылық қолдаудыр жұмыс жүретті Өте жақсы келгензі рахмет енді қортынла кетек сүйелі сөзімізді женіске жеткен балаларды атын артап өтсен қым женіске жетті біз жалпы өте бір тамаша тіл көзден аман болсын арқылық қаласынан келген бір баспайген алған рағат нұр ислам деген азамат емпті керемет айық аушақсы тамар сисинесін тұңда ол дыр жас жаңтырды бірінші орын берілді ол дәнгей оны аман келді оны әвес қан саяттығы назамат олда кереметті тамаша бұл бала тағы басқа да үлкен республикалық оқшылар айтысына барып келіпті екінші орынды тәғді арқалық қаласы төлеуіп нұрлыбек деген балалды үшінші орынды ұрудыңай қаласынан тұққошайып жамбыл деген балалды сөзінің айтыстың аяғында біз жаңғы тәлімгерлерге солан тәрбейшілеріне алықсықаттар бердік балаларға жағы шеберлік сағатын өтті деген сертификаттар бердік бәйге қоры да жыл сайын өсіп келәтір бір сөзімен әткен де кәзір мұнау техникан дамыған заманы бұрынғыдай сақына безендіру за оны жарықтар мен көркем деу аппарат беру жағынан ешқандай кемшілік жоқ бәрі әлақанда әлеметтік желде сіздер бар өзіміз беру отырамыз сайттарымыз бар тамаша келген зер әхмет алыс білеріміз алты алаштың бас алысыла түрдегі орын сұтазықты бекер айтылмаған келген зер әхмет тұбылтан қолтан баңыздың тәпші бар тарту етеміз өзіңіздің қолтан баңызды қалдырыңыз сонымен ғатар осы сәтті пайдалыны отырып көрірмендерімізге таңынтылы екеніз болса кезек седе менде өзім телеведенеді осы сіздердің үлкен қазыналы ортада жасылан айсағал едеген ағамыз қызмет істеді осы жерде отырам деп ойламаппын сөндің барша қостанай аптарға сіздердің ұшымдарыңызға қасетті рамызан айы оразы қабыл болсын осайды тілеген барша мұслыманың дұға тілегі қабыл болсын сіздерге жалпы жерлестерімізге шығармашылық жалпы өмірдер жақсылық денсалық тілім сол елі аман жұрттың үш басын тамаша келген зері қамет сіздерге тек қана сәтлік тіліміз бағдарымамызға енді жағын 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 сіздік тіліміз келген зері қамет спасибо большое да дорогие друзья не переключайтесь мы продолжим ҚАЛАЛАЛАЛАЛАЛА ҚУЛАЯ ҚАЛАЛАЛААЛА Продолжение следует... 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 В прошлом году у нас по статистике произошло 8 случаев. В прошлом? А в 2019-м 10, да? В 2019-м 10, правда, было два случаев. Ну, скажите, что делать? Ну, почему вот, несмотря на то, что, как говорится, происходит это, дети даже погибают, да, но все равно это родители почему-то ничему не учат и продолжают оставлять детей то ли одних, то ли почему-то кухолатное отношение. Как все это происходит? Вы делали какие-то анализы, я не знаю? Да, анализ проведен, проводится анализ. При проведении анализа у нас частенько часто происходят случаи при наступлении теплой погоды. Соответственно, у нас, получается, притупляется обиденность со стороны взрослых. Контроль ослабевает. Там буквально минутный, секундный момент отвернулся, и ребенок убивает. Разные активные дети бывают, которые быстренько все это... Не успеешь, как говорится, облинуться, да, буквально, да, произошел вот буквально на днях случай, ребенок упал у нас. Счастью, все обошлось. Зимой тоже был случай, у нас в угроб упал ребенок. В этом году два случая произошло у нас. В прошлом году у нас прошло восемь случаев, из них один погиб ребенок, к сожалению. Такая статистика у нас. С наступлением тепла дети, как правило, хотят заглянуть на улицу, упустить тот же самолетик. Родители при этом занимаются своими, как говорится, делами кто-то по хозяйству или что-то на кухне где-то. Ну, как правило, детям надо всегда объяснять, показывать на примере, что падение с высоты – это очень опасно. Просто в игровой форме, да, можно взять игрушку, бросить, что она упадет, она может сломаться, то есть ребенок должен понимать. При... в комнате оставлять ребенка категорически нельзя. Одно. Даже спящего ребенка, да, он спит, буквально открыл окно, проветрил, вышел, в этот момент ребенок может проснуться и может случиться непопроемое. То есть в любую секунду это буквально притупить внимание, и ребенок может случиться непопроемое. Соответственно, ну и на личном примере также не рекомендуется, чтобы перед ребенком, допустим, сидеть на подоконнике у окна, выглядывать, выглядывать полностью, да. Ребенок копирует полностью за взрослыми, смотрит за этим любознательным вещм. И даже тот простой пример, мама моет окно, ребенок, я уже достаточно взрослый, и может пойти просто повторить за действиями своего ребенка. Да, я уже достаточно взрослый, я могу помочь маме и помыть окно, поэтому здесь надо быть очень внимательным и объяснять. На личном примере желательно, конечно, да. При расстановке мебели надо быть внимательным, чтобы не ставить вблизи окон, стулья какие-то, табуреточки. Даже ребенок может самостоятельно поднести эту табуретку тоже, поэтому здесь очень надо быть внимательным по отношению к детям. Любая даже висящая шнуры, вот эти вот, жалюзи, ребенок может спокойно забраться по этим жалюзям. За веревочку подтянуть? То есть, да, за веревочку подтянуть, да, и забраться с легкостью он может это сделать. Поэтому надо... Крепежные есть какие-то материалы, да, есть подрядные организации, чтобы избежать данных случаев. Обратиться в фирму, чтобы установили фиксаторы, установили решетки на окнах. Если элементарно, можно просто выкрутить данную ручку и убрать ее выше куда-нибудь. А, так тоже можно, да? Да, конечно, можно, да. Ну да, фиксаторы, наверное, вот эти шутки. То есть дети же разные бывают, тут шутки бывают. Можно и открыть же, ребенок сейчас трех лет уже спокойно может открыть. Сейчас, если раньше у нас были окна деревянные, сейчас современные окна, они очень легко открываются, да, спокойно поддаются. Легким движением руки можно открыть любое окошко. Да. Поэтому это раньше, если мы деревянные окна использовались, форточка была выше, ребенок не мог дотянуться. Да и форточку проблем не вылезти. Да, она выше находится, а сейчас современные окна у нас спокойно можно открыть, с легким движением руки можно открыть. Но все-таки, наверное, вот эти фиксаторы, решетки, это самый, наверное, такой оптимальный вариант, да? Да, конечно, да. Потому что как бы ты ни прятал эти стулья в доме, ребенок в любом случае, наверное, может как-то поднести и так далее, залезть на это окно. Да. Ну вот полугодовал ребенок, как-то же залез на окно, вот тоже всех этот вопрос прям мучает. Дело в том, что, видите, вот простые правила, можно заставить даже, можно с цветами под оконники, чтобы у ребенка не было пространства, допустим, залезть не туда. Ну, такую бдительность нужно проявлять не только, наверное, тем, кто живет там на третьем, на четвертом, на пятом, но и с первого этажа тоже можно, наверное, очень опасно упасть. Любая, любая высота очень опасна. Даже маленькая, даже первый этаж, полметра, неудачный ребенок может упасть. Поэтому здесь очень внимательно следить в любом случае. Поэтому у нас с нашей стороны проводятся мероприятия, да, вот такого характера предупредительного, мараидовое мероприятие проводятся с раздачей памяток. В соцсетях мы частенько выкладываем рекомендации для родителей, для взрослых по отношению, как уберечь ребенка от таких ситуаций. Совместно даже с ПКСК у нас проводится, проходим по жилым домам, многоэтажным домам, развешиваются памятки. Везде это как бы информационная, в информационной форме, раздача памяток проходит. Ну и дело теперь только, наверное, за взрослыми, да, за родителей, за папу, маму, бабушку. Конечно, да, в первую очередь это, конечно, присмотр взрослых, а ребенок должен находиться под постоянным присмотром. Да, потому что никакие памятки, к сожалению, не способны. Спасибо за такую информацию, я думаю, ну, как бы зрители много для себя чего узнали. И этот случай, наверное, я надеюсь все-таки, что будет последний в этом году, в этом, по крайней мере, теплый сезон. Ну и с наступлением тепла, соответственно, в регионе, да, начинается с 12 апреля, насколько я знаю, да, начался пожароопасный период, то есть это множество ограничений. Какие ограничения действуют? Что изменилось с наступлением этого пожароопасного периода? Что можно, что нельзя? Можно ли жечь костер возле дома, там, сгребая старые сухие листья? Расскажите. Ну, в преддверии пожароопасного периода нами проводилась широкая профилактическая работа. Граждан предупреждали о том, что со сходом снега при проведении субботников на преддомовых территориях сжигание мусора запрещено. То есть мусор должен вывозиться подрядными организациями и уже утилизироваться на ТБО. Ну, как ТБО. В случае, если данные правила будут нарушены, согласно статье 336 Кодекса об административных правонарушениях, будет составляться протокол административный и гражданин уже будет привлекаться к административной ответственности. То есть совсем нельзя жечь? Совсем нельзя жечь. Просто раньше, я помню, были какие-то правила, там как-то надо отступить какую-то территорию. Более 50 метров от жилых строений, ну, в черте города это практически невозможно. Возможно, да, то есть где-то за городом 50 метров нужно отступить от своего двора, да, грубо говоря. И только тогда, да, можно? Ну, это огромные, 50 метров. Также по лесам ограничения. В лесах запрещается разводить костры, ни в коем случае жарить шашлыки. В принципе, выезда в лесах. У нас, как гарнизон, переводится в режим повышенной готовности. Создано 53 мобильные группировки. Это данные группировки входят в учреждения лесного хозяйства, сотрудники департамента, местные исполнительные органы и отделы полиции территориальной. И уже данными мобильными группами на ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия. И в случае выявления фактов нахождения в лесу уже составляется также административный протокол. По статье 367 это влечет предупреждение и штраф 5 МРП. А сейчас, соответственно, на улице Теплоны и многие рвутся просто на природу с шашлыками и так далее. Где-то можно это делать? Насколько я знаю, есть определенные места. Да, есть в определенных урлистных учреждениях отведенные места, которые оборудованы и песком рядом, урной, в котором имеется опашка. В случае, если даже произойдет какое-то возгорание, то огонь не сможет распространиться за пределы данного участка. Поэтому места такие имеются у нас. Там можно? Там можно. То есть не совсем запрещено? Да, только в отведенных местах также там имеются знаки обознавающие, где запрещается, где разрешается. Поэтому их... Ну вот как узнать, например, где это находится? Потому что не все знают и, соответственно, поедут в первый попавшийся лес. Ну, в первый попавшийся лес, если поедут, везде по периметру леса указывается то, что въезд запрещен, вход воспрещен. И, соответственно, где разрешается, установлена табличка, то, что въезд возможен. Ну, есть, соответственно, всякие различные, наверное, кафе загородные, да? Да, также кафе, это тоже там... Различное дело. Ну, опять же, чтобы функционировало кафе, должна быть опашка. То есть у них тоже требования, да? Да, по периметру, да. Все учреждения, которые находятся в лесной зоне, они обязаны делать опашку вдоль своей территории. То есть в случае, если произойдет возгорание, чтобы лес уже был безопасен, то есть через опашку, это минерализованную полосу, огонь не пришел. Скажите, ну, за последнее время какие-то подобные чрезвычайные происшествия были? Там, когда пошли, сейчас ноги ходят уже за березовым соком, там, за подснежниками и так далее. Когда где-то окуры кинули или даже тот же шашлык жарили? В текущем году в ходе рейдовых мероприятий пока нарушителей не выявлено. Единственное, имеются нарушители по зажиганию мусора, как я уже ранее говорил, по статье 336 кодекса. У нас составлено 10 протоколов в виде предупреждения, то есть граждан. Это в целом в регионе? Это в целом в регионе, да. Но по городу тоже жгут костры? Ну, да, бывают такие факты устанавливаются. Возле дома, да? Да. А по городу рейдовые мероприятия тоже проводите? Да, на постоянной основе, ежедневно проводим. И сжигешь костер, платишь штраф? Или все-таки предупреждение с первого раза срабатывает? Ну, предупреждение срабатывает, если имеются отхищающие обстоятельства, если гражданин уже отказывается, то, что я никаких правил не нарушал, то уже рассматривается как, согласно кодекса об алюциальных промышлениях, отхищающие и смягчающие обстоятельства. То есть, если он сказал, я больше так не буду? Да, уже как, если он осознает это, то, что он нарушил, и так нельзя делать, уже руководитель смотрит. Ну, вот, а за вашу практику было такое, что, ну, действительно, вот такой вот костер возле дома привел к, ну, не знаю, с возгоранию там какого-то участка, там, территории? Да, эта практика данная очень часто происходит, потому что разжигают, бывают такие факты, то, что, когда сильный ветер на улице, и людей это не останавливают, они также разжигают костры, потом в результате ветра искра попадает на чердак, ну, на чердак, на крышу, и уже в последующем возгорании, то есть дома возгорают. И это требование также относится к дачным участкам, то, что на дачах, если жилые дома есть возможность как-то приостановить это по возгоранию, а на дачных участках, вот, открытая территория получается, много участков, которые заброшены, то есть они не очищаются от травы. И в случае возгорания одного участка какого-либо, даже вот мусор кто-то разожгет, возгорится заброшенный участок, сухостой трава, и оно распространится, ну, на большую площадь. И там уже сложнее будет. Да, и это уже сложнее ликвидировать, и уже также, ну, ущерб увеличивается гражданам. Ну, спасибо большое. Ясно, в принципе, важно, чтобы эта весна ни для кого не закончилась каким-то таким нехорошей ситуацией. Ну, и в завершении, наверное, хочется, чтобы обратились к нашим телезрителям, сказали все-таки последние рекомендации, что будьте внимательны, осторожны и так далее. Ну, в первую очередь хотели бы сказать, чтобы соблюдали правила безопасности, как жизнь каждого в его же руках, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности. Азамат Сирибаевич? Также тоже хотелось бы обратиться, да, по данной теме. Дети – это самое главное в нашей жизни, поэтому хотелось бы обратиться к взрослым, к у из детей, младшие братья, которые уже взрослые, которые следят за своим. Обязательно следить данная статистика, чтобы у нас не повышалась. Надеюсь, да, у нас на этом все закончится, поэтому хотелось бы уделить особое внимание, чтобы не оставляли детей без присмотра, следили те простые правила, которые вот сегодня мы довели. Далее работа в данном направлении будет обязательно продолжаться, поэтому на постоянной основе практически, да, с наступлением теплой погоды в данном направлении будет работа продолжаться. Но в любом случае, кто-то услышит, кто-то не услышит, поэтому хотелось бы обратиться, беречь себя, детей, самое главное, да, ну и праздник сейчас, на данное время у нас, да, ну, поэтому всех хочу поздравить. Спасибо огромное, ну, спокойной вам весны, так уж и спокойного лета, пусть меньше подобных ситуаций будет происходить. Но наше время, дорогие телезрители, подошло к концу, мы с вами прощаемся. Смотрите нас каждый будний день, также суббота в прямом эфире. Доброе утро! Продолжение следует...